Во французской стороне, на чужой планете, Предстоит учиться мне в университете. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на, эй! Всем привет! В эфире Наш Универ. Я Роман Бастушок. И я, Наталья Савина. Расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодня в программе. Журналистам хорошо, а пиарщикам лучше. Я б в пиарщики пошел. Пусть меня научат. Студенческий билет, документ с секретом. Узнай все о плюсах и бонусах. Учусь быть учителем. Школьные будни студента-практиканта. Рома, а ты знаешь, кто такой пиарщик? Конечно, это 3,14 арщик. Хорошо, поставим вопрос иначе. Что он делает? Пиарит. Логично, но мало информативно. Тогда мы идем к вам. Точнее, к ним. К кому? К пиарщикам. Профессии рекламиста и пиарщика – одни из самых популярных у нынешних абитуриентов. Образ свободного художника, легко управляющего массовым сознанием, растиражирован кино и телевидением. Овладеть этими профессиями вам помогут в Гуманитарном институте Сибирского федерального университета. Специальность реклама существует в университете уже более 10 лет. Первый набор мы сделали в 2004 году. Первый выпуск, соответственно, состоялся в 2009 году. На данный момент специальность рекламы трансформировалась в направление бакалавриата рекламы и связи с общественностью. Для того, чтобы поступить к нам на направление рекламы и связи с общественностью, абитуриентам необходимо сдать три экзамена в форме ЕГЭ. Это русский язык, общество знания и история. Учебный процесс не покажется вам нудным и скучным, потому что в институте уверены – из стен вуза должна выпускаться гармонично развитая личность. Мы предлагаем, например, студентам прослушать такие курсы, как социальная и культурная антропология, эстетика быта, деловая этика. Ну, конечно же, и специальные дисциплины, профессиональные, которые изучают наши студенты. Помимо, опять же, тех, которые заложены в государственный образовательный стандарт, мы предлагаем тоже такие интересные курсы детям, ребятам прослушать, как эстетика рекламы, брендинг, миджилогия, бизнес-планирование, организация деятельности рекламного агентства, социология, рекламный пиар-деятельность, экономика и многие другие специальные и профессиональные дисциплины. Не следует путать пиар с рекламой. Пиар-специалисты – это пресс-секретари, имиджмейкеры, пиар-технологи, политконсультанты, но чаще всего таких специалистов называют пиарщики. Задача хорошего пиарщика – построение устойчивой деловой репутации и имиджа в глазах общества. На самом деле, это очень интересная специальность. Я нисколько не пожалела, что я поступила, потому что такой опыт, такая огромная база. Это специальность на грани многих дисциплин, которые мне интересны. Это такая сфера, в которой можно развиваться не в одном направлении, а в нескольких. Можно творить, что-то придумывать, можно найти себе применение в будущем, в жизни. И вообще это такая сейчас достаточно престижная специальность, которая успешно развивается. Пиар-специалисты работают в рекламных и маркетинговых агентствах, на промышленных и коммерческих предприятиях, в органах власти, государственных и частных структурах. За годы работы данного направления в СФУ выпущено 138 дипломированных специалистов. Анна уже несколько лет работает на радио, занимается продвижением радиостанции на медийном рынке Красноярска. Соответственно, в моем видении все, что касается жизни радиостанции, вне эфира, так сказать. Вообще работа на радио для пиарщика, наверное, это очень интересная и такая желаемая многими работа, потому что радио само по себе очень интересное и наполнено изнутри. А нам нужно сделать так, чтобы люди узнали что-то еще дополнительное радиостанции, не только то, что они слышат в эфире, а то, что происходит за ее пределами. Поэтому наша основная задача выстраивать связи с общественностью, общаться с разными-разными категориями, ну это как и у всех. Ну и плюс придумывать какие-то свои мероприятия, которые бы становились привычными, интересными для радиослушателей и привлекали новых соответствий. Реклама – это искусство, где много творческих горизонтов. Так что если вас привлекает данная деятельность, то смело вперед! Реклама – это искусство, где много творческих горизонтов. Реклама – это искусство, где много творческих горизонтов. Ты что это хулиган делаешь, а? Поклеи мне еще тут! Заберите счастье домой Рома, что скажешь о студенческом билете? О, это мой счастливый билет Понятно, на бюджете учишься? Нет, просто не будь студенческого пришлось бы зарабатывать военный Я так понимаю, о скидках, бонусах и льготах, которые дает студенческий, ты не в курсе А ты сейчас точно не о пенсионном? Слушай, давай лучше посмотрим, а то я что-то сама сомневаться начала Студенческий билет – это обязательный атрибут любой студенческой сумки Но далеко не все его обладатели знают о скидках и бонусах, которые можно получить с его помощью Если ты любитель загородных поездок или же добираешься на электричке до своего универа То просто обязан знать о льготах для студентов, которые действуют на поездах пригородного сообщения Для студентов и школьников в электропоездах предоставляется скидка 50% Она действует у нас с 1 сентября по 30 июня включительно А совсем недавно стала пользоваться спросом среди студентов карта «Твой плюс» Название карты говорит само за себя И действительно, с ее помощью можно получить много бонусов Эта карта дисконтно-бонусная Она позволяет студентам получать скидки, бонусы, какие-либо подарки у партнеров, по которым эта карта работает Партнеров мы присоединяем самостоятельно, то есть правком студентов работают с этой картой А присоединяем партнеров, которые необходимы студентов То есть какие-либо точки питания, какие-либо магазины, аптеки и так далее То, что важно студентам, то мы стараемся им, так скажем, дать Если ты учишься в Сибирском федеральном, педагогическом или аэрокосмическом университетах То получить такую карту легко Нужно просто обратиться в свой правком Большинство партнеров карты «Твой плюс» — это различные организации Красноярска Если же ты в скором времени планируешь поездку за границу То советуем обзавестись международной студенческой картой «Айси», которая действует в 130 странах мира Это возможность бесплатного доступа к музеям, театрам, развлекателям, комплексам и культурным центрам по всему миру Также скидки на проживание в гостиницах и хостелах, посещение кинотеатров, аквапарков и других центров развлечений Также это скидки на тренинги, различные тренинги, мастер-классы, языковые курсы С помощью этой карты ты сможешь сократить свои затраты и на перелет Порядка 20 авиакомпаний мира предоставляют внушительные скидки обладателям карты Так что если ты давно мечтаешь о захватывающем путешествии по Европе То поторопись оформить международную студенческую карту На сегодняшний день тысячи организаций и заведений по всему миру предоставляют скидки для студентов Но знают ли об этом сами студенты и какими из них пользуются? Я редко пользуюсь студенческим в качестве скидки, так что на самом деле не в курсе В кинотеатрах города можно оформить скидку и с 20% скидкой ходить на любые сеансы Я все время ношу с собой студенческий, когда иду в кинотеатр В зоопарке скидка кажется 50% очень большая, то есть там легко можно пройти В прошлый год я ходила в бассейн два раза в неделю И если обычный билет стоит 90 рублей, то скидка по студенческому составляет 30 рублей То есть я ходила со студенческим и у меня была всегда скидочка, я ходила за 60 рублей Очень часто в кафешках есть скидочки, но они обычно небольшие, пациентов 5 Ну и на выставке Статус студента накладывает на нас определенные обязанности Но в то же время он несет в себе много бонусов и скидок, надо лишь с умом ими пользоваться Рома, а когда ты в школе учился, у вас практиканты были? Не замечал, а вот практикантки были То есть практиканток ты замечал? Еще как! И как? Трудно им с нами было Интересно, а как сейчас? А сейчас мы с такими как вы мучаемся Да, вот он, круговорот практикантов в природе Наш институт направлен на подготовку будущих учителей Но много и студентов младших курсов мечтают стать педагогами Да, разумеется, я очень хотела работать в школе Я люблю детей, я думаю, это мое призвание Я люблю детей, но преподавать не хочу Да потому что дети вредные, не особо люблю детей На практике ни разу не хочу попробовать А вот на старших курсах каждый студент педагогического института Пробует себя в роли преподавателя И зачастую его отношение к профессии учителя в корне меняется До этого я вообще не задумывалась, пойду ли я в школу, понравится мне ли там Но теперь я поняла, что это мое Мне нравится активная работа в студентах Мне нравится вести их за собой В начале практики студенты не могут полностью выстроить свой урок Хотя материал, методику они знают А к концу практики они уже самостоятельны Находят контакт с детьми Все свои знания они уже в полной мере применяют на своих уроках Конечно, проведение первых уроков сопровождается волнением, беспокойством студента-практиканта Чтобы все прошло на отлично, необходимо качественно подготовиться к занятию и хорошо выспаться Но этого не всегда бывает достаточно Хорошо, что в школах ученики всегда поддерживают практикантов и всячески стремятся им помочь Здравствуйте! Садитесь! После такого радужного приема у любого студента появится желание вернуться обратно в школу Ведь здесь ты по-настоящему ощущаешь любовь класса и поддержку учеников Уда! Юлия Сержант, Евгений Васильев, Никита Новоселов, Новости ФМ В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф А также приглашаем в нашу группу ВКонтакте Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах Вся Россия и Дельфик ТВ Только студенческий билет может открыть перед вами любые двери Даже школьные В двух строчках продвинули и школу, и студенческий Это и есть волшебная сила пиара Хотите знать больше? Увидимся в универе В нашем универе Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Время настало, нас не вермещает